Домена.ру Прошел на международной выставке, форуме России на ВДНХ. Мы продолжаем и будем до декабря, конечно, отмечать 30-летие Домена.ру, 30-летие Рунета. И после 2020 года у нас форум проходит в гибридном формате. Небольшая статистика, у нас 20 стран, от которых участники зарегистрировались для работы на нашей площадке. Но это неплохой результат для национального форума по управлению интернетом. Более 700 участников зарегистрировано. И мы начинаем работу 14-го форума. Я хочу отметить, что разные годы, в разные годы у нас разные темы во главе угла, что называется. И в этом году, конечно, не будет обойдено вниманием оргкомитета, программного комитета. Это проблема информационной безопасности. Этой теме посвящено сразу несколько секций нашего форума, который будет работать сегодня и завтра на этой площадке. Очень острая тема регулирования искусственного интеллекта. И сегодня мы поговорим еще даже в рамках церемонии открытия об этом. Ну и, конечно, глобальный цифровой договор. Российский вклад уже был внесен в 2023 году. В 2024 году обсуждается сам проект документа, который уже подготовлен с учетом вкладов разных стран. И в 2025 году, как мы надеемся, он будет подписан на международном уровне. Курирует эту работу секретариат Организации Объединенных Наций. Ну а сейчас с приветственным словом я прошу выступить Татьяну Владимировну Матвееву, начальника управления президента России по развитию информационно-телекоммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Добрый день, друзья. Рада всех приветствовать на 14-м российском форуме по управлению интернетом. Действительно, мы два дня назад праздновали 30-летие российскому сегменту в сети интернет глобальном. И благодаря, наверное, нашему такой активной консолидации государства и бизнеса в настоящий момент времени Рунет является стабильной, суверенной площадкой, которая позволяет нам всем хорошо, комфортно общаться. И мы, наверное, единственная такая страна, у которой есть технологический суверенитет, достаточное количество собственных сервисов. Это и поиск, это и, соответственно, социальные сети, и финансовые, банковские сервисы, и кинотеатры онлайновые и так далее, и так далее. Далеко не каждая страна может этим похвастаться. Поэтому это с одной стороны, и при этом с другой стороны у нас в России один из самых дешевых доступов широкополосных к сети интернет. Таким образом, наши граждане получают максимальное количество возможностей, сервисов, комфортности для работы в сети интернет. И в Европе мы занимаем первое место среди стран с точки зрения пользователей в сети интернет, и шестое в мире по проникновению, то есть процент отношения, процента пользователей к общему количеству жителей страны. Сейчас ежедневная аудитория Рунета составляет 103 миллиона человек ежедневно. Если сравнивать, например, с 2004 годом, то аудитория выросла в 19 раз. Если говорить, например, про экономику, то сейчас у нас экономика Рунета составляет 15,4 триллиона рублей. И сегмент цифрового контента составляет 119,7 миллиардов рублей. Это, например, на 28% выше. Это вот за 23 год. Это на 28% выше, нежели чем в 22 году. Естественно, интернет развивается. Сейчас активно приходят новые технологии. Это искусственный интеллект. И это тоже требует отдельного нашего осмысления и осознания с точки зрения того, каким образом правильно эта технология должна развиваться, какое должно быть у нас мягкое право. С одной стороны, для того, чтобы технологии развивались и их не ограничивались. С другой стороны, для того, чтобы были соблюдены интересы гражданина. И максимально, так сказать, было экологично и безопасно внедрение новых технологий. И здесь у нас есть и обновленная стратегия внедрения и развития искусственного интеллекта в нашей стране до 2030 года. И благодаря активной позиции наших компаний, которые как раз являются лидерами в развитии искусственного интеллекта, был разработан и подписан кодекс этики. Практически мы первая страна в мире, которая такой кодекс создали, подписали. И сейчас большое количество не только российских компаний, но и зарубежных компаний присоединились к этому кодексу этики. Поэтому нам есть чем поделиться с точки зрения в рамках международного взаимодействия, некоторым нашим, скажем так, best practices, для того, чтобы можно было расширять дальнейшее международное сотрудничество в этом направлении. Еще одним таким важным моментом, мне кажется, это является также социальная ответственность наших крупных IT-гигантов. Это создание альянса по защите детей в интернете, когда наши ведущие компании объединились и создают сейчас большое количество сервисов, позволяющих, чтобы дети в интернете чувствовали себя безопасно, комфортно, они могли обучаться, потреблять контент и при этом их максимально защищать от деструктивного контента, от буллинга, от каких-то вот сейчас тех вызовов нашего времени, в том числе мошеннических, или какого-то психологически информационного воздействия деструктивного, которое может на них быть оказано. Поэтому мы считаем, что сейчас у нас пространство нашего Рунета – это такое достаточно комфортное место, где мы все можем с вами общаться, развиваться, стремиться к чему-то будущему. И какое оно будет, и как мы построим это будущее, наше пространство в сети интернета, оно зависит в том числе от нас. Я надеюсь, сегодня как раз форум в том числе привнесет некоторые новые перспективные видения и наметит некоторые реперные моменты и точки с точки зрения того, как это будет дальше выстраиваться, планы определенные на будущее. Ну а со своей стороны хочу сказать, что мы в целом открыты к диалогу по вопросам, связанным с международным сотрудничеством в рамках регулирования и развития глобальной сети интернет. И готова Россия принять у себя 20-й юбилейный форум ООН по управлению интернетом в 2025 году, в следующем. И мы надеемся, что к нам приедет большое количество, в том числе иностранных гостей, и мы на нашей площадке сможем вместе с экспертами посмотреть на то, как можно построить будущее наше уже большое коллективное. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Ну, надо сказать, что еще и 2025 год, это год, когда истекает очередной, это уже третий мандат ООН на проведение IGF, и идет большая дискуссия, я уверен, что на нашей площадке она тоже продолжится. Каким должен быть мандат на следующие 5 или 10 лет, смотря на сколько будет он выделяться, потому что, в общем-то, как просто площадка для диалога, этого уже мало, и уже представители самых разных стейкхолдеров, как мы называем, заинтересованных сторон, говорят о том, что необходимо принимать документы по итогам, может быть, еще не обязательно юридически обязывающие, но хотя бы определяющие направление развития по тем или иным вопросам интернет-гавананса. Ну, цифры прозвучали, 103 миллиона пользователей интернета в России, это 85% населения, даже 86, 5,6 миллиона доменов только в точке РУ, это абсолютный рекорд, поставил национальный домен накануне своего 30-летия, еще 780 тысяч в точке РФ, еще больше 100 тысяч в точке СЮ, и еще больше 100 тысяч в доменах российских, таких как Москва, Москва, Дети, Татар и другие. И вот, конечно, это все очень серьезный показатель, который говорит о том, что РУНЭТ за три десятилетия прошел довольно большой и не всегда легкий путь. На Воденхаме вспоминали о том, что первые 10 лет они были таки без внимания государства, развития РУНЭТа, а дальше государство обратило внимание, и вот на самом деле о наиболее актуальных темах, которые требуют привлечения, ну, сейчас мы говорим уже о законодательной, да, со стороны законодательной власти, я бы хотел, чтобы рассказал Александр Евсеевич Хенштейн, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Спасибо, я, если можно, отсюда, потому что, когда депутат видит трибуну, это вызывает сильные чувства. Друзья, я, во-первых, хочу всех поздравить с юбилеем, с 30-летием нашего российского сегмента интернета, нашего РУНЭТа. Вижу, что в зале есть люди, которые моложе, нежели чем наш РУНЭТ, которые родились уже в эту эпоху и, безусловно, не представляют жизни в ином виде и в ином качестве, потому что сегодня, бесспорно, интернет, как IT-технологии в целом, кардинально изменили наше существование и кардинально изменили нашу жизнь, привнеся в нее то, о чем мы даже раньше и не могли мечтать. И одна из главных, на мой взгляд, важных составляющих сети – это возможность устранения неравенства. Огромная страна, в которой мы живем, огромная территория, большое число часовых поясов, кому-то повезло родиться в мегаполисе, а кто-то живет в маленьком селе, но у него должны быть те же возможности, те же права, та же, по сути дела, жизнь, которая есть и у жителей мегаполиса, и сегодня интернет, слава богу, такую возможность предоставляет. Да, действительно, поначалу, когда интернет только появился, далеко не все понимали, насколько глобально это явление, о том, что, по сути, мы присутствуем при очередном, пятом, как считают специалисты, этапе изменения в научно-техническом мире, но слава богу, что государство, общество в целом осознало, насколько важен интернет, и сегодня уделяет ему без преувеличения огромное и грандиозное внимание. Можно много перечислять, начиная от мер социальной поддержки, и заканчивая развитием социальной рекламы, но очевидно для всех, что сегодня государство осознает и понимает степень своей ответственности перед людьми, перед обществом, используя интернет, IT-технологии для реализации, поставленных государством задач, для развития нашей страны, нашего общества. Искусственный интеллект, одна из наиболее актуальных тем сегодняшней повестки, это, бесспорно, не исчерпывающе. Уникальность нашего сегмента интернета заключается в том, что, с одной стороны, мы являемся частью глобальной сети, но в то же время мы на своей территории сумели сформировать и выстроить полностью инфраструктуру так называемого безопасного интернета, безопасного рунета, когда его начинали запускать в 2017-2018 годах. Это вызывало большой скепсис и неверие, но, тем не менее, факт остается фактом. Сегодня мы уже как данность принимаем и понимаем, что существует фильтрация трафика, что существует блокировка запрещенных ресурсов, что идет борьба с киберпреступностью. Все это невозможно без установленных сегодня и законодательством, и реализованных технологически всех этих механизмов. При этом важно, что мы не скатились, не хочу никого обижать, но мы не, слово скатились неправильно, важно, что мы не пошли по пути, скажем, Северной Кореи и не выстроили чистокол вокруг своих границ. Сегодня наш интернет – это, по сути, граница, через которую может пройти любой, у кого добрые намерения, и кто работает в правовом поле, и она, граница, становится препятствием для тех, кто воспринимает сеть как место для преступности, преступлений, для распространения негативного контента и тому подобное. Безусловно, мы и дальше будем работать над совершенствованием интернет-технологий, интернета как такового, над совершенствованием механизмов безопасности, над развитием. И я хотел бы отметить, что буквально накануне, в субботу, президент нашей страны подписал долгожданный закон об отмене телекомрабства. Я был одним из авторов этого закона, представлял его парламенту. Мы столкнулись с беспрецедентным давлением и сопротивлением со стороны лоббистов, тех, кто на протяжении многих лет блокировали вход операторов в жилые дома, лишая людей, пользователей свободы выбора. И цифры, которые сегодня мы, к сожалению, не имеем, а на данный момент у нас общее количество домохозяйств России, обеспеченных доступом к широкополосному интернету, составляет менее 87%, есть задачи, поставленные главой государства. К 30-му году мы обязаны выйти на 97% уровень охвата, потому что мы с вами можем развивать какие угодно современные и новейшие технологии, но если у человека нет доступа в интернет, это все будет походить на уроки информатики, которые я посещал в последние годы советской власти в средней школе, компьютеров не было, поэтому учитель на доске мелом рисовал, как выглядит клавиатура. И основное число наших жителей, наших граждан, живет именно в многоквартирных домах, и принятие этого закона, который обеспечивает право теперь каждого напрямую заключать с провайдером, договор на оказание услуг связи, безусловно, очень сильно скажется на развитие интернета, на увеличение его аудитории. Сегодня, кстати, Госдуме предстоит в текущем пленарном заседании во вторник принимать другую нашу инициативу. Она не настолько глобальная, но тоже важная. Мы будем упрощать процедуру блокировки пиратских сайтов, так называемых зеркал, и это очень важная и очень нужная работа, которую вместе с коллегами, присутствующими на сцене, отсутствующими или находящимися в зале незримо, мы, конечно, будем продолжать, но неизменно опираясь на позицию, оценку и мнение как отрасли, так и пользователей. Для нас крайне важно, чтобы те инициативы, которые прорабатываются, выносятся на обсуждение Государственной Думы, были понятны, отвечали сегодняшним запросам, а самое главное, были реализуемы. Нам ни в коем случае нельзя допустить истории Telegram 2.0, когда государство принимает какие-то нормы, право, а дальше эти нормы, право невозможно реализовать, и как следствие происходит полная дискредитация и государства, и власти, и самой сути этой задачи. Я говорю об этом именно здесь, в этой аудитории, именно потому, что такие форумы, масштабные, представительные, для нас, для государства крайне важны, поскольку здесь вырабатываются, варятся идеи, предложения, замыслы, с которыми нам дальше и предстоит работать. В экспертный совет нашего комитета Госдумы по информополитике входят порядка 120 человек, представляющих все, без исключения, сферы нашей деятельности, в том числе и коллеги, отвечающие или работающие в сфере интернет, и коллега Воробьев тоже является членом нашего экспертного совета. Для нас это важно, потому что любой поступающий в наш комитет законопроект мы в обязательном порядке рассылаем членам экспертного совета для их оценки, и обязательно, если это действительно актуальная, важная, не точечная проблема, а серьезная и системная, обязательно выносим ее на максимально широкое обсуждение. Я уверен, что и сегодня, и завтра в ходе работы форума здесь прозвучат и конкретные предложения, и конкретные идеи, которые мы с большой радостью воспримем, и с которыми мы будем работать. Интернет всех нас учит открытости, доступности, возможности находиться на расстоянии вытянутой руки от другой точки земного шара, от человека, от сущности, от явления. И это, по сути, и есть модель общества и государства, его взаимодействия и его взаимной работы, когда в течение двух кликов ты можешь, извините за неподходящее для интернета слово, достучаться до того, кто нужен тебе. И форум – это, собственно, и есть этот самый один клик. Я желаю интересной и плодотворной работы и рассчитываю на то, что мы получим конкретные идеи, конкретные предложения. Ну а дальше с коллегами их будем отрабатывать. Спасибо. Спасибо большое, Александр Евсеньевич. Обязательно итоговая резолюция форума будет отправлена и членом комитета профильного Госдумы, и в заинтересованные ведомства, и, конечно, и экспертного совета тоже. А сейчас я бы хотел передать слово, вернее, на самом деле, заслушать видеообращение Чангитая Масанга. Это руководитель офиса глобального форума по управлению интернетом, секретариата Организации Объединенных Наций. Чангитай много раз приезжал лично на площадке российского национального форума по управлению интернетом. Был в 19-м году во Владивостоке, когда на базе ДВФУ проходил региональный азиатско-тихоокеанский форум по управлению интернетом. Ну а сегодня послушаем его видеообращение к участникам 14-го российского форума. Ваше превосходительство. Уважаемые участники, дамы и господа, я очень рад возможности присоединиться к вам на российском форуме по управлению интернетом 2024 года. Я хотел бы поздравить одного из основоположников этого форума, Координационный центр доменов.ру.рф, с 30-летием. Я благодарю российский ИИГФ, организационный комитет и все сообщество за ту роль, которую они выполняют, и за то, что служат примером эффективного диалога и взаимодействия между всеми заинтересованными лицами в сфере управления интернетом. Вы продолжаете быть непосредственно вовлечены в российские процессы и активно участвуете в международных процессах, таких как ИИГФ. Вы вносите вклад в создание доступного и безопасного будущего для всех. Сегодня мы все размышляем о том, какой будет дальнейшая эволюция управления интернетом и цифрового управления в целом. Предстоящие переговоры государств-членов глобального цифрового договора не являются личной возможностью согласовать общемировые принципы нашей цифровой среды. Также приближается еще одна важная дата – 20 лет с момента проведения всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. И самое время подумать о том, чего за это время удалось достичь, какие вопросы остаются нерешенными и какие могут быть их решения. Меняется и технологический ландшафт. Мы наблюдаем растущую интеграцию цифровых инструментов и сервисов в жизни людей от больших языковых моделей до дополненной реальности. Наше образование, здравоохранение, рынки труда быстро трансформируются. И хотя цифровые инновации доказали, что могут приносить людям большое благо, с ними связаны риски. Например, гиберотаги становятся все более изощренными, а диптеки все легче создавать и распространять. Все это представляет собой значительную угрозу безопасности, доверию, достоверности и правде. Поэтому этот импульс перемен нужно использовать для того, чтобы минимизировать и предотвратить ущерб, и поддержать добросовестность с помощью эффективного цифрового управления. Это критически важно для обеспечения ориентированного на права человека интернета, который был бы доступным в экономическом и на своем плане, безопасным и защищенным для всех и везде. В 2024 году IGF обязуется продолжить служить платформой для всех заинтересованных лиц из всех регионов мира, которые хотят объединить усилия, обмениваться идеями и прокладывать пути развития. В межсессионное время сообщество работает над самыми насущными вопросами в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, фрагментации интернета и эффективного доступа, выявляя пробелы, обобщая лучшую практику и намечая направление дальнейшей работы. С вашей помощью и с вашим участием мы прокладываем путь на более инклюзивному, безопасному и устойчивому становому будущему. 19-й ежегодный встреча IGF по приглашению правительства Саудовской Аравии пройдет в Риаде с 15 по 19 декабря 2024 года. Она будет нацелена на решение предпочисленных высших задач. Ожидается, что на конференциях соберутся несколько тысяч участников. Конференция предложит насыщенную программу под общей темой «Остроим цифровое будущее с участием всех заинтересованных лиц». Разные сессии будут посвящены ключевым по темам форума этого года, а именно оптимальное соотношение инновационности и рисков в цифровом пространстве, усиление цифрового вклада в поддержание мира, развития и устойчивости, продвижение прав человека и инклюзии в цифровую эпоху, улучшение цифрового управления для интернета, который нужен нам. Я надеюсь, что многие из вас смогут присоединиться к нашей межсессионной работе или приехать на ДЛЕФ 2024 в реальный день. Особенно в связи с тем, что повестка вашего форума в следующие два дня также подполагает многостороннее обсуждение некоторых самых важных вопросов не только для России, но и для всего мира. Это цифровая экономика, управление искусственным интеллектом, онлайн-безопасность и других. Мы рассчитываем, что вы сможете представить точку зрения из вашего региона на эти вопросы, на IGF 2024 года. Спасибо и желаю вам плодотворной работы. Благодарим Чингитая Масанга. Ну, вот действительно, в Рияде в декабре состоится глобальный форум по управлению интернетом. Надо сказать, что если есть желание провести там свои секции, свои воркшопы, подавать заявки на них нужно уже сейчас. Апрель – это месяц, когда завершается прием заявок, подготовка таких глобальных мероприятий, она идет заблаговременно. Мы уже со своей стороны вместе с Центром глобальной IT-кооперации такие заявки готовим. Об этом, наверное, еще Вадим чуть позже расскажет. Но вот я хотел бы обратить внимание, что все спикеры сегодняшнего церемонии открытия обращали внимание на вопросы информационной безопасности. И здесь очень логичным сейчас будет переход к Александру Михайловичу Шойтову, заместителю министра цифрового развития, именно о этой проблематике. Почему? Потому что буквально вчера на пресс-конференции было заявлено о том, что уже и Госдума, депутаты профильного комитета готовы внести законопроект, в частности по ИСИ, по внедрению ИСИ для аутентификации администраторов доменных имен. Он предполагается, что он существенно поможет в борьбе с фишинговыми атаками. А фишинг у нас растет прям большими темпами, при том не только в России, но и в мире. Законопроект Минцифры готовят уже два года. Как интересно к вам ходить. Я теперь хоть буду знать, что мы готовы внести. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. От лица Минцифры приветствую организаторов и гостей на 14-м российском форуме по управлению интернетом. Форум проходит в дни, когда мы отмечаем 30-летие российского национального домена РУ. Это важная дата, с которой собственно и принято начинать отчет РУНЕТа. За эти годы РУНЕТ прошел огромный путь от локальной системы информационного обмена, доступной лишь специалистам, гикам того времени, до глобальной сети, являющейся неотъемлемой частью мирового интернета. Сегодня мы видим, что РУНЕТ, несмотря на все сложности и санкции, продолжает успешно и динамично развиваться. Домен РУ стал лидером по темпам роста среди всех национальных доменов мира, а экономика РУНЕТа демонстрирует внушительные успехи. Во многом это происходит благодаря слаженной работе всех, кто участвует в строительстве российского интернета, государственных органов, технических специалистов, научного и бизнес-сообщества, интернет-общественности. Мы продолжаем следовать принципам свободы интернета, обеспечиваем все условия для широкого обмена информацией, реализуем при этом задачи по импертозамещению, развитию собственных оригинальных продуктов и сервисов. Как известно, на международной арене мы также выступаем за формирование справедливых, демократичных механизмов управления сетью интернет, основанных на равноправном участии в этом процессе всех государств и при широком увлечении заинтересованных сторон, что в свою очередь будет способствовать исключению возможностей для потенциального прямого или косвенного вмешательства и давления на государство через цифровой сектор. Ежегодно сталкиваясь с новыми вызовами и угрозами, мы находим адекватные ответы на них, эффективно противодействуем рискам и вызовам киберпреступности. Кроме того, большая работа уже проделана и продолжается в настоящее время по вопросу обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети интернет на территории Российской Федерации. Отдельно отмечу большую работу, которую необходимо провести при переходе к экономике данных, которую поставил нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин к 2030 году, в том числе по противодействию мошенничеству в сети интернет, по внедрению новых технологий, включая искусственный интеллект, при соблюдении адекватных мер информационной безопасности в противодействии кибератакам. Все эти задачи решаете, в том числе вы, участники Российского Форума по управлению интернетом. Возможность прямого диалога, который ведется на площадке РИКов между уполномоченными оргами и организациями, безусловно, представляет большую ценность, а предложения участник Форума регулярно претворяются в жизни. Желаю участник Форума успешной и плодотворной работы на благо РУНЕТ. Спасибо. Спасибо большое, Александр Михайлович. Ну, как всегда, все четко. Сейчас у нас будет включение, потому что форум проходит в гибридном формате, очень многие участники будут подключаться онлайн. Участникам церемонии открыть отдельное спасибо за то, что приехали на площадку и пообщались уже в кулуарах, еще с прессой у нас будет общение впереди. Я бы попросил подсоединить к нам Алексея Сергеевича Бродина, генерального директора исполнительного комитета регионального сотрудничества связи. Если Алексей на связи, то давайте выведем его на экран. Алексей на связи. Алексей, доброе утро. Да, я на связи. Здравствуйте. Пожалуйста, слово вам. Доброе утро. Большое спасибо. Уважаемые высокие гости, коллеги, участники Форума. Для меня большая честь сегодня обратиться к вам с приветственным словом, с этой высокой трибуны. В связи с рабочей поездкой за границу я не смог присоединиться к вам лично и выступаю, используя сеть интернет. И это является ярким примером подтверждения важности нашей работы. Наш форум, как уже отмечали ранее уважаемые коллеги, проходит в юбилейный 30-й год регистрации домена РУ в России. И я также хотел подметить еще один важный момент. Ровно через месяц, 7 мая, мы также будем отмечать День радио. И для меня эти даты весьма символичны и неразрывно связаны. Интернет пережил первую волну бурного развития благодаря именно радиотехнологиям, распространению мобильной связи. Уже сегодня и в ближайшие годы мы станем не только свидетелями, но и активными участниками второй волны развития интернета благодаря массовому внедрению радиотехнологий низкоорбитальных регистрациональных спутниковых систем. Это вторая технологическая волна, конечно же, помимо прогресса в технологиях, услугах, доступности и экономических моделей, несет в себе также и ряд новых вызовов и угроз. И в частности, число таких систем на глобальном уровне крайне ограничено. Сегодня мы знаем о двух. Они являются иностранными и обладают, по сути, признаками искусственной монополии. На сегодняшний момент отсутствуют адекватные международные нормативные подходы к их доступу на национальные рынки связи и правила государственного регулирования, в том числе по качеству оказания таких услуг. Существуют также вопросы в отношении безопасности таких систем, в части касающиеся как пользователей, так и государственно, над территорией которых такие системы разворачивают свои мощности. Если раньше интернет развивался по правилам телекоммуникаций, это было такое естественное развитие, соответствующие требования к ним предъявлялись, выдавались лицензии, то сейчас он просто, можно сказать, падает с неба напрямую пользователю, минуя государственные институты с их социальными, гуманитарными, экономическими правилами и нормами. Конечно, с этим невозможно мириться. Второй мощный драйвер развития интернета в ближайшее время, конечно, безусловно, будут являться технологии искусственного интеллекта. Многие эксперты в зале лучше меня знакомы с вызовами, которые таить в себе эта технология. Вместе с тем, хотел бы подчеркнуть один момент. В публичном поле, на мой взгляд, мы слишком много внимания уделяем вопросам второстепенного характера, то есть, носящему, скорее, развлекательный характер, то есть, депетичат, написанию текстов, генерированию картинок, то, как это все приходит в нашу жизнь, в то время как, мне кажется, важно обратиться к существу происходящих изменений, в центре которых лежат математика, кибернетика и, самое важное, это национальные легалистические модели, которые должны включать, если говорить, например, о России, оцифрованные объекты письменной культуры, на базе которой этот искусственный интеллект, по сути, программные продукты будут выдавать свой результат. На мой взгляд, это основа цифрового суверенитета, и для меня, как представителя региональной международной организации, целостность и функционирование национальных сегментов, как элементов общей региональной инфраструктуры связи стран нашего региона, является одной из важнейших задач. РУНЭЦ сегодня выходит далеко за рамки национальных границ России, но он также уникален еще и тем, что является многоязычным. Языки всех стран нашего региона, включая, конечно же, огромное количество национальных языков в самой Российской Федерации, все они составляют важное культурное поле нашего общего пространства. Уверен, что совместно мы сможем сохранять единство и обеспечить безопасное, суверенное развитие интернета. Желаю всем участникам форума успешной работы и еще раз благодарю вас за предоставленное слово и возможность подключиться к столь высокому собранию. Благодарю. Спасибо большое, Алексей. Вообще говоря, коллеги из цифровой экономики все время уже говорят о том, что мы переходим к экономике данных и, соответственно, от вопросов цифрового суверенитета переходим к вопросам технологического лидерства. И об этом, я думаю, мы сегодня не раз и сегодня и завтра на наших секциях еще поговорим. Это невозможно без международного сотрудничества. И я бы сейчас передал слово в завершение церемонии открытия директору Центра компетенции по глобальной айтикооперации Вадиму Владимировичу Глушенко. Спасибо большое. Дорогие друзья, доброе утро. Здравствуйте. Я действительно с удовольствием продолжу говорить по международному треку. Трудно, потому что добавить что-то после столь ярких и содержательных выступлений о российском интернете. Я бы, наверное, обратился к словам Чингитая Масанга, который говорил о том, что российское экспертное сообщество действительно вносит огромный вклад в экосистему управления интернетом. И это не пустые слова. Действительно, вот последние годы мы наблюдаем, что интерес российского экспертного сообщества к участию в форумах ООН по управлению интернетом растет. Вот у нас делегации регулярно возглавляет замминистра цифрового развития. У нас Александр Евсеевич тоже всегда старается, чтобы голос российский законодательный звучал в сегменте высокого уровня этих форумов, что очень приятно. МИД, конечно, принимает активное участие. Ну и, кроме того, в последние годы я вижу, что и российский бизнес отраслевой тоже большой интерес к этому испытывает. И что характерно, это действительно глобальный тренд. Ведь на прошедшем форуме в Киото в прошлом году самая представленная группа стейкхолдеров или заинтересованных сторон – это как раз бизнес. 32% участников, что в два раза больше, чем в прошлом году. На втором месте традиционно гражданское общество – 24% и на третьем – 16% государства. Вот такие цифры, наверное, они сохранятся и в этом году. И я бы присоединился к призыву Татьяны Владимировны и всех коллег, кто выступал, о том, что нам нужно как-то собраться, консолидироваться с тем, чтобы тот шанс, который у России есть, чтобы стать страной-хозяйкой, страной-председателем форум по управлению интернетом в следующем году, 20-го юбилейного, чтобы этот шанс не упустить и чтобы этот форум у нас прошел на высоком уровне, как мы это умеем делать. Действительно, сейчас уже идет сбор предложений по сессиям на форум по управлению интернетом, который пройдет в Риаде в декабре. И дедлайн 30 апреля. Сегодня я призываю всех принять активное участие и со стороны нашего центра глобальной IT-кооперации готовы оказать любую помощь и поддержку, тем более, что действительно компетенции в этом плане у нас имеются. В прошлом году мы совместно с Координационным центром национального домена сети интернет организовали рекордное количество сессий на IGF. Это семь сессий впервые в истории, наверное, российского участия в этом форуме. И что характерно, ведь вы знаете, что по критериям ООН мы не можем организовать чисто российскую сессию. То есть мы привлекаем наших коллег из различных дружеских стран. То есть мы в наших сессиях участвовали коллеги из более чем 10 стран мира. На этом, наверное, я тоже пожелаю всем участникам форума плодотворной интересной работы и еще раз призываю всех принимать активное участие в подготовке к IGF этого года и, конечно, к форуму по управлению интернетом в следующем году. Спасибо. Спасибо большое, Вадим. Ну, я отмечу, что мы с Вадимом будем на этой площадке два дня как представители, руководители двух соорганизаторов. Форум уже исторический, он проходит при поддержке Центра глобальной IT-кооперации. Ну, а сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену управляющего директора Центра регулирования искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк» Андрея Незнамова для проведения церемонии присоединения к Национальному кодексу этики искусственного интеллекта. Андрей, микрофон ваш. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я здесь прежде всего в статусе председателя Российской национальной комиссии по реализации кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Вы слышали, уже упоминали про то, что Россия создала уникальный инструмент по содействию безопасному развитию технологии искусственного интеллекта. Этот инструмент, не буду скрывать, с каждым, наверное, месяцем становится все мощнее и эффективнее. Прежде всего за счет того, что к нему присоединяются компании из самых разных сфер и даже из самых разных стран мира. В частности, у нас сегодня участниками кодекса являются компании из 20 с лишним стран мира, более 40 федеральных органов исполнительной власти. И в этом отношении, конечно, очень важно, что сегодня к нам присоединяется еще ряд новых компаний. Вот эту небольшую торжественную церемонию мы сейчас проведем. Я хотел бы отметить, что о важности расширения количества подписантов неоднократно говорил президент нашей страны. На конференции о Джоне в ноябре он каждый раз подводит итоги, сколько у нас подписантов, как развивается кодекс этики. Поэтому мы очень признательны за поддержку государства. И для приветственного слова хотел бы попросить начальника управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и связи Татьяну Владимировну Матвееву сказать пару слов. Приветственное слово это, наверное, очень громко, потому что все уже было сказано про кодекс этики. Мне хочется добавить только большие слова благодарности нашему ответственному бизнесу, который выступил инициатором создания такого документа. И этот документ создавался коллективно. Это были и представители науки, и бизнеса, и государства. Он, мне кажется, достаточно сбалансированный. И это подтверждает как раз интерес международного сообщества к данному документу. Он позволяет нам, с одной стороны, не ограничиваясь, как я уже и говорила, развитие технологий, с другой стороны, достаточно экологично и доверительно вводить эти технологии в нашу сейчас текущую жизнь. И важно, что это не просто документ, как некоторая такая декларация. Это реально рабочая история, потому что за кодексом стоят непосредственно комиссия по этике, которая работает и помогает участникам, присоединившимся к кодексу, решать сложные этические проблемы, когда они возникают в ходе работы. Более того, коллеги сейчас работают, и я надеюсь, в обозримом будущем у нас появится белая книга. Это сбор, скажем так, best practice тех решений и задач, которые уже были найдены сообществом в ходе рассмотрения тех или иных этических вопросов и проблем. Поэтому вся эта история, это не поговорить, это действительно практические вещи. Поэтому с радостью готовы, наверное, встретить новых присоединившихся или присоединяющихся участников в этой большой, правильной, скажем так, этической семье. Спасибо большое. Коллеги, я приглашаю тогда на сцену, вот здесь вот встанем, у нас электронное будет подписание, сейчас я расскажу. Приглашаю на сцену компаний, которые сегодня у нас присоединяются, их представителей. Сергей Александрович Плаготоренко, генеральный директор «Аноцифровая экономика». Прошу, вот сюда. Андрей Юрьевич Кузьмичев, глава «Рунити», Алексей Владимирович Парфун, сопредседатель комиссии по искусственному интеллекту «Акар», Алексей Анатольевич Назарин, исполнительный директор компании «Домклик», и Елена Андреевна Кучерява, и директор по моим вопросам компании «Сплатглобал». Подписание российского кодекса этики осуществляется через систему «Госключ», которая обеспечивает электронное подписание документов, зная, что многие из вас уже им пользуются. И сейчас в присутствии уважаемых участников, которые сегодня открывали форум, кодекс будет подписан. Уважаемые коллеги, прошу вас, ну, вы видите, что подписание максимально быстрое и электронное. Прошу вас открыть приложение «Госключ» и в приложении «Госключ» торжественно нажать кнопку «Присоединиться к кодекс этики». Прошу. Спасибо большое, кодекс подписан. Все, кто хотел бы также присоединиться к кодексу, пожалуйста, направляйте заявление в комиссию по этике. Мы будем рады видеть новых участников, а коллеги присоединяются к большому сообществу ответственных разработчиков и тех, кто внедряет технологии искусственного интеллекта. Большое спасибо, коллеги. Спасибо.